Весть Ульяновск на телеканале России. Здравствуйте, смотрите в нашем выпуске. Новый кабинет министров и новые задачи на следующий год. Неожиданные заявления на традиционном аппаратном совещании в правительстве. Более 300 тысяч жителей региона получают те или иные меры социальной поддержки. Подведены итоги отрасли за последние 9 месяцев. В честь Международного дня сельских женщин в правительстве собрали прекрасную половину тех, кто дает области рабочие места, богатый урожай и прекрасных детей. Последствия урагана, начало отопительного сезона, реализация программы соцконтрактов – все это пункты повестки очередного аппаратного совещания под председательством Алексея Русских. Обсуждались и недавние визиты в регион министра обороны Сергея Шойгу, а также делегации из Белоруссии. Но самым знаковым событием стала череда кадровых перемен в региональном правительстве. Игорь Кранцев продолжит. Михаилу Семенкину вручают грамоту за успешную работу. С этого дня он покидает пост министра АПК региона. Исполнять обязанности будет заместитель Алексей Левушкин. Уходит с своего поста и министр информационных технологий Виталий Кузнецов. Олеся Колотик-Каменева и Наталья Брюханова лишаются приставок ИО и становятся министрами здравоохранения и финансов соответственно. При перезагрузке правительства Алексей Русских делает упор на местные кадры. В правительстве региона вступает новый политический сезон в обновленном составе, готовый к исполнению самых амбициозных задач, поставленных перед нами руководством страны. Уверен этой сплоченной команде, воплечу самые амбициозные вызовы. Обращаю внимание, что данные структурные изменения не повлекут за собой рост штатной численности и фонда оплаты труда. Николай Зонтов на посту министра экономического развития будет курировать и развитие всех муниципалитетов. А Сергей Васин с должности руководителя корпорации развития региона переходит на пост вице-премьера, отвечающего за промышленность, торговлю и инвестиции. Сергею Николаевичу предстоит работать и с «Авиастаром», где после недавнего визита министра обороны Сергея Шойгу планируют увеличить численность сотрудников. Впрочем, это не единственное, что обсуждалось в ходе поездки. Для выполнения поставленных задач предприятие в перспективе готово будет принять на работу еще 2000 сотрудников. Мы обсудили с Сергеем Кужегедовичем вопрос ускорения строительства нового Суворовского училища в Ульяновске, а также открытие на базе площадей бывшего технического училища нового учебного заведения для подготовки пилотов военно-транспортной авиации. Программа соцконтрактов в регионе идет по плану. Из 4000 планируемых на этот год большая часть уже выдана. В будущем году показатели не снизят. Об этом говорит Анна Тверскова и тоже в новой должности. Она теперь не министр соцразвития, а зампредправительства, курирующий соцблок. В следующем году у нас также остаются денежные средства и наши показатели тоже порядка 4000 социальных контрактов. Но в следующем году у нас уже могут брать те граждане, которые заключили два года назад, потому что контракт дается один раз в два года. Наказ от главы области обновленному кабинету министров не забывать об обращениях и наказах жителей. Одну из проблем обсуждали в ходе совещания. Речь о перебоях с водоснабжением в Вальдиватском Корсунского района. Технические решения сегодня определены. Я приглашал технических специалистов провести автоматизацию, поставить это оборудование, запустить, промыть. По срокам это в пределах недели надо. Александру Черепану вопросы и по началу отоп-сезона. Здесь сбоев нет. И по ликвидации последствий сильного ветра в ряде муниципалитетов. Проблемы решаются в оперативном порядке. А ремонт дорог подходит к концу. Мы ежегодно увеличиваем и объем финансирования, и, соответственно, протяженность автомобильных дорог, которые у нас находятся в плане ремонта. В этом году у нас предусмотрено почти 700 объектов. Это порядка 300 километров мы отремонтируем. Значит, все работы уже близятся к завершению. До конца текущего месяца, тире до 15 ноября, все эти работы будут выполнены. В будущем году планируются масштабные работы по ремонту придомовых и дворовых территорий. В настоящее время уточняется список адресов. Алексей Русских призвал делать основной акцент на качество. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. В регионе подвели итоги работы социальной отрасли за последние 9 месяцев и наградили лучших сотрудников сферы благодарственными письмами и почетными грамотами губернатора. Октябрь – время резюмировать годовую работу и понять, что еще можно скорректировать в важной сфере до конца 23-го. Коллегия прошла в зале одного из ульяновских санаториев. Начали с подписания соглашений Министерства социального развития с профсоюзами, службой первой помощи и обществом знания. Продолжили обсуждением работы соцзащиты в разных направлениях. А это реализация национального проекта «Демография» и всех федеральных проектов, освоение выделенных денежных средств и понимание, что меры поддержки действительно доходят до получателей. Цифры, внушающие промежуточные итоги, позитивные. В этом году на сегодня нам выделено почти 17 миллиардов рублей. Нашему ведомству из них 11 – это на предоставление мер социальной поддержки. И сегодня они предоставляются в плановом порядке, то есть без задержек. Почти 330 тысяч наших граждан, проживающих на территории региона, пользуются теми или иными мерами поддержки. Конечно, это работа со старшим поколением. Это активное долголетие. И на сегодня у нас в регионе открыто 276 центров активного долголетия. А второе направление – это система долговременного ухода. Система такого ухода в этом году внедрена по всему региону. На социальное обслуживание принято 465 человек. За ними ухаживают 318 помощников на дому. По поручению президента на территории Ульяновской области начал свою деятельность филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции, которая работает на базе каждого районного отделения соцзащиты и консультирует по вопросам поддержки людей по этой теме. Также на профильной коллегии были обозначены задачи до конца года открыть профилакторию для старшего поколения участников СВО в Ульяновске, а также достроить новый корпус Акшуатского дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Водорадск Барышского района. Есть еще женщины в русских селениях. Они сохраняют самобытность и традиции русской семьи. В честь празднования Международного дня сельских женщин представительниц Негородской прекрасной половины чествовали в правительстве Ульяновской области. На ваших плечах держится буквально все. Сельские медицины и образование, торговля и сфера обслуживания, культура и сфера соцобеспечения. Ваш труд лежит в основе развития ключевых направлений сельского хозяйства, птицеводства и молочного животноводства. Действительно, на женских хрупких плечах держится не только семейный очаг, домашнее хозяйство, но и производство. Светлана Лапушкина много лет занимается выращиванием овощей и успешно руководит кооперативом. В нашем коллективе 70% женщины. Тоже очень много ручной работы, где мы возделываем капусту несколько видов. Это белкачаная в основном большая масса, также пекинская, брокколи, цветная. Наша продукция пользуется популярной, так скажем, не только в нашем регионе, но и за пределами нашего региона. За бесценный вклад в развитие сельского хозяйства, трудовые заслуги, высокий профессионализм сельских женщин, наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Весть Ульяновск на телеканале России мы продолжаем. Они дают клятву Гиппократа, на их счету человеческие жизни, а их профессия одна из самых важных и ответственных. В число немногочисленных лауреатов Всероссийской премии в области перинатальной медицины «Первые лица» вошел ульяновский детский врач Владимир Бирюков. О нем наш следующий материал. Его призвание – спасать жизни детей. Владимир Бирюков – один из самых опытных медицинских специалистов в Ульяновске. За его плечами 35-летний стаж работы. Владимир Михайлович стоял у истока в создании детской реанимационной службы и принимал участие в организации реанимационно-консультативного центра, благодаря которому снизился уровень летальности в регионе. Несмотря на сотни подаренных жизней, 65-летний доктор продолжает совершенствовать свои навыки. Ты буквально спасаешь человека, который поступает к тебе с тяжелой, в коме, с судорогами, с тяжелой травмой, ДТП или что. И ты этого ребенка выхаживаешь, да, ты даришь ему жизнь. Я всегда говорю, конечно, лечение пациента в палате реанимации и интенсивной терапии – это коллективное творчество. Ты один, конечно, ничего здесь не сделаешь. Это коллективное творчество. Профессия врача-реаниматолога сложная и ответственная, поэтому молодые специалисты боятся идти в эту специальность. Но под крылом Владимира Михайловича новоиспеченные медики справляются со своим страхом. Владимир Михайлович Бирюков – это врач, настоящий профессионал, очень грамотный специалист, много всего знает и всегда готов делиться своим опытом, навыками и мудростью с молодыми специалистами. Ульяновский доктор впервые стал лауреатом Всероссийской премии «Первые лица». В рамках ее поощряют тех, кто внес склад в развитие перинатальной медицины в России. Владимир Михайлович – автор множества новых методик, которые сейчас используют по всей стране. Наши академики, профессора, которые прочитали наше резюме, выбрали меня. В принципе, мне это очень приятно и неожиданно было, потому что действительно участвовали очень много докторов, заслуженных докторов, и кандидатов медицинских наук, и заведующих отделений, и главных специалистов. Но комиссия решила, что в данной премии у меня оказалось больше заслуг. В этом году Владимир Бирюков за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю работу удостоился почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Дарья Цибина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Медицинская помощь становится доступнее. В железнодорожном районе открылось томатологическое отделение для детей. Новая лечебница на Кирово-20 оснащена необходимым оборудованием и может ежедневно принимать сотни маленьких пациентов. А главное, что местным жителям больше не нужно ехать в соседний район. Детская стоматология теперь в шаговой доступности. Саминочка, открываем ротик. В стоматологическом кресле Самина Софиулина. Это ее первый прием в новой больнице. Врач проводит осмотр и дает рекомендации по уходу за полостью рта. Главная задача специалиста – расположить к себе ребенка и не напугать, чтобы дальнейшее лечение было максимально комфортным для маленького пациента. Было совсем не больно, даже не страшно. Детальные рекомендации врач дает уже родителям. Вместе они определяют дальнейшую тактику действий. Теперь, чтобы попасть на прием к стоматологу, семье Софиулиных не нужно никуда ехать. Детское отделение открылось рядом с их домом. Раньше мы ездили на улицу Пушкарева, а здесь мы 10 минут и уже пришли, поэтому очень удобно. Новая больница и ее специалисты ежедневно готовы принимать до 200 детей. После ремонта здесь открыли сразу несколько стоматологических кабинетов и операционную. Они оснащены всем необходимым оборудованием. Мы закупили 6 стоматологических установок. Установки оснащены всем необходимым. То есть и ультразвуковой выход есть, и полимеризационные лампы, и неготоскоп – все есть. Лечить детей здесь будут молодые специалисты. Им в помощь опытные врачи-наставники, которые всегда готовы дать совет. Это такая редкость, когда врач хочет работать с детьми. Здесь специалисты именно любящие детей, и поэтому у нас на это отделение очень большая надежда. Повышение доступности медпомощи – важная задача нацпроекта здравоохранения. И работа эта будет продолжена. В первую очередь это своевременность, оказание медицинской помощи. И второе, конечно, каждый из нас хочет получать медицинскую помощь, так же, как и другие виды помощи в шаговой доступности, для того, чтобы практически выйти из дома и получить ту помощь, которая необходима. Детская стоматология на Кирово-20 официально открыта и готова принимать детей по будням с 8 утра и до 7 вечера. Ирина Шмыгова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. 17 октября, 85 лет назад, была учреждена медаль за отвагу, которую на войне ценили выше орденов. На площади 30-летия Победы в Ульяновске юных патриотов со всего региона посвятили в хранители истории. 400 ребят взяли на себя важную миссию. Подробности прямо сейчас. Ветренное дождливое утро для них оказалось первым из испытаний дня. Несколько сотен человек собрались на площади, чтобы почтить память павших в разных войнах. Дети несут венки, а взрослые рассказывают, как просветители трудились во времена Великой Отечественной войны. Учителя в первую половину дня учили ребят, а дальше вместе с своими воспитанниками работали на военно-промышленном комплексе. Храните историю, держите ее в своей памяти и передавайте младшим поколениям. Чтобы носить звание хранителей истории, ребята со всей области прошли несколько отборочных этапов. После торжественной церемонии на холоде участникам предлагают в тепле пройти испытания на ловкость рук и гибкость ума. Хранитель истории, школьник Данил Казаков, помогает младшим разбирать оружие. Такой же маленький был, спросил, ну, поинтересовался этим. Мне также показали взрослые, как этим заниматься. Начал в этом развиваться, попал в инармию. Ну и все этим развиваюсь сейчас. Сам научился, теперь у других еще. По соседству такие же ребята учат других грамотному прицелу. Рядом этапы интеллектуальные, беседы с ветеранами, и возможность задать уважаемым людям разные вопросы. Напротив, задание группой разгадать шифр. Мы должны расшифровать слово, подобрать такой листочек, к такому листочку. Приложить и должно получиться предложение. А это самый душевный этап и никакого соревновательного подтекста. Только эмоции и добрые пожелания, которые хранители могут излить на бумаге. Сейчас мы писали благодарственные письма ветеранам войны и участникам СОО. Мы очень им благодарны и хотим, чтобы служба у них продвигалась хорошо. Такой квест для ребят со всего региона областное движение первых организовало в благодарность за их работу. В своих городах, в своих сельских поселениях они ухаживают за памятниками, мемориалами. Также несут вахту памяти почетный караул. И в том числе сохраняют историю. То есть работают с архивами, передают свои знания о тех или иных местах, памятниках, о героях нашей страны. Здесь у них возможность, опять же, получить новые знания, показать свои возможности, умения. Мы сюда приехали выступить, показать наши способности в Катьбе строя. Ну и, собственно говоря, вынести знамя в Россию. Впереди у ребят такая же деятельность. И главное, с чем они вернутся в свои школы и техникумы теперь, это задача вовлекать остальных в нескучное изучение страны и родного края. Важно сохранять историю и культурное наследие нашей страны. И наша школа заинтересована в этом, потому что мы являемся не таким уж и большим городом. И поэтому мы мечтаем, что это просто необходимо, важно и нужно сохранять историю. Помнить все, что было в прошлом. А еще сохранять историю сего дня. Ксения Грищенко, Денис Веронов. Вести. Ульяновск. Ознакомиться с десятками профессий и школьникам помогает региональный проект «Билет в будущее». А почему важно грамотно понять запрос ребенка и как проходят первые знакомства с профессиями, расскажет Артем Петров. Работа навески, задней, передней навески. Как устроен трактор школьникам, рассказывают студенты Ульяновского межрегионального центра компетенции. На базе колледжа обустроены современные мастерские по разным направлениям. В этом помещении учат работать сельхозтехникой, причем не только управлять ей, но и ремонтировать. А здесь готовят операторов беспилотных летательных аппаратов. За последнее время интерес к этой профессии возрос многократно. Очень много возможностей. Некоторые беспилотники уже умеют доставлять мелкие посылки. Сельское хозяйство тоже. На базе центра компетенции есть даже полетный симулятор. Здесь все как в жизни, но к реальным полетам допускают лишь после того, как навык освоен в виртуальном пространстве. У нас есть пульт, и у нас есть четыре основных канала. Мы можем заставить подрокоптер, как летать, совершить взлетную посадку и пролететь в какой-нибудь маршрут. И пока ребенок не научится их проходить в идеале. Двери центра компетенции, равно как и десятков других образовательных учреждений для ульяновских школьников, открыты благодаря проекту «Билет в будущее». Его главная задача – помочь выбрать профессию. Дети на себе испытывают самые интересные направления подготовки и сами выбирают, на кого пойти учиться. Кроме полусотни колледжей и вузов, школьников ждут и на предприятиях. Бизнес заинтересован в местных кадрах. Те уникальные возможности наших предприятий, они действительно уникальны, позволяют нам познакомить школьников с будущей профессией, не, так скажем, уезжая в какой-то дальний регион, а для того, чтобы ребенок смог сам реализоваться в нашей области и подобрать себе соответствующую профессию и специальности. Одно из популярных направлений в центре компетенции – программирование. Обучают будущих айтишников. Вот в таких кабинетах здесь ничего лишнего. Стол для совместных обсуждений, конечно, главный рабочий инструмент любого программиста – компьютер. Сегодня задача школьников, опираясь на помощь наставника, написать простую программу. Но именно с малого начинается путь к большим успехам. Программирование используется для разработки всяких веб-сайтов, для программных обеспечений, например, тот же самый Windows. Поэтому программирование будет очень важно еще в будущем. В колледже подчеркивают, даже при поступлении важно четко понять запрос будущего студента. Вот смотрите, у нас когда в приемную комиссию приходят ребята и говорят, мы хотим стать программистом, мы начинаем с ними разговаривать, а выясняется, что они хотят стать не просто программистом, а разработчиком сайтов. То есть тогда мы им говорим, идите на вебов. Аналогично с автомобилем, ремонтом, самолетостроением и так далее. Популярны сегодня не только новые направления. Большой спрос и на профессию сварщика здесь этому тоже обучают. Как только ты начинаешь дергать или дальше отводить, или ближе, наоборот, подводить, он или прилипнет, или оторвется, и дуга погаснет. Свои первые сварные швы на тренажере оставили и школьники. Возможно, именно это знакомство с профессией поможет детям ответить на вопрос, кем я стану, когда вырасту, или, проще говоря, даст билет в будущее. Артем Петров и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Умение тактически думать и анализировать ходы соперника. На первенстве в Ульяновской области по классическим шахматам шесть юных спортсменов продемонстрировали превосходство в шахматном мастерстве. На первый взгляд шахматы – скучный вид спорта, но азарт в глазах ребят говорит об обратном. Интеллектуальная дуэль на клетчатом поле держит напряжение в течение всей игры. Вилка, связка, мельница – этими и другими видами тактик искусно владеет Илья Лубенченко. В шахматах он почти 13 лет, и важным считает умение думать на несколько шагов вперед. Научиться понять, понимать позицию, ощущать ее тонкости, играть стратегически, видеть тактику. Любовь к черно-белым доскам Снежани Кирьяновой привела мама, которая добилась больших шахматных успехов. Дочь решила от нее не отставать, и уже в свои 14 лет показывает мастерство стратегических ходов. Так как я очень много езжу по соревнованиям, у меня больше опыта, и как раз от этого зависят также мои победы. Высокие результаты юные шахматисты показали на первенстве Ильяновской области. Следующий этап – первенство Приволжского федерального округа, который пройдет в легендарном Циолковском. Дарья Цибина, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. 51-й традиционный в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса «Новое поколение» прошел очередной турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти дважды героя Советского Союза, нашего земляка Ивана Полбина. Соревнования собрали более ста спортсменов. Помимо хозяев ковра – это гости из регионов Поволжья, Юга и Центра России, а также ДНР. Уровень соревнований неплохой. Схваток было две. Сейчас победил. Скорее всего. Почти силы. Здесь нравится бороться. Занимаюсь около шесть лет. Ульяновский турнир – это прекрасный шанс для молодых спортсменов заявить о себе и попасть в сборную своего региона для участия в более крупных соревнованиях. А потому на коврах проходили нешуточные схватки, в которых судьям порой непросто было определить победителей. Турнир с этого года внесен в единый календарный план России. К нам приехали сильнейшие борцы. И еще хотел бы добавить, что в данный момент также за Волгой происходит турнир по вольной борьбе. На этих соревнованиях участвуют ребята, которые уже были призерами Перинского России, победители федеральных округов. Серьезный уровень, серьезная конкуренция. В активе представителей нашего региона восемь наград различного достоинства, золотые медали у Артура Хайрулина и Султана Гумерова. Оба представляют Димитровград. Даниил Ясницкий, Владимир Жихарев и Эмин Гурбанов стали серебряными призерами турнира, а Роман Севастьянов, Денис Дворянинов и Тимофей Меркулов довольствовались бронзовыми наградами турнира памяти Ивана Полбина. В каком возрасте появляются неврологические заболевания и каковы причины их возникновения? Какие возможности на сегодняшний день предлагает медицина и где искать помощи? Поговорим сегодня об этом в 12 часов. Смотрите программу «За обедом» в социальной сети ВКонтакте и на странице ГТРК «Волга». Гость стрима – врач-невролог Ольга Мумлева. Подключайтесь и задавайте вопросы во время прямого эфира. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. До встречи вечером. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Атмосферное давление будет слабо расти. Ветер западный, сильный, порывистый. Температура воздуха днем по области – 3-8 градусов тепла. В Ульяновске – плюс 6, плюс 8. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!